В школе имени Фёдора Михайловича Достоевского проведется множество кружков дополнительного образования. С некоторыми из них мы предлагаем вам познакомиться. Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Сергей Павлович Гольцов и я художественный руководитель музыкальной и театральной студии «Млечный путь» школы имени Фёдора Михайловича Достоевского. За шесть лет существования нашей студии мы неоднократно становились победителями и лауреатами международных городских и районных конкурсов и фестивалей. На занятиях в студии юные актёры и актрисы обучаются актёрскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, хоровому и ансамблевому пению, борьбе с зажимами и волнениями. Также показывают свою профессиональную деятельность в наших постановках, которых в год бывает большое множество. Вот некоторые примеры наших работ. Субтитры подогнал «Симон» 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 Переходите по QR-коду, который сейчас будет в этом видео, чтобы оценить и посмотреть наши прекрасные спектакли. И, конечно же, я буду рад видеть вас на занятиях в нашей театральной студии и на наших театральных подмостках нашей школы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Паль техническим Step Субтитры создавал DimaTorzok ДистанцияL ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй! Меня зовут Гусев Андрей Александрович Я приглашаю вас заниматься карате В нашей школе карате В業�ия ведется на протяжении нескольких лет За это время наши ребята достигли очень больших результатов. У нас спортивная направленность. Мы каждый месяц выступаем в соревнованиях, выступали в разных городах, ездили в разные страны. У нас есть призеры, чемпионы России, Москвы и даже мира. Поэтому я буду рад вас видеть. Здравствуйте, меня зовут Сопрыкина Екатерина Алексеевна. Я являюсь педагогом дополнительного образования школы имени Достоевского. Я веду кружки художественной направленности, такие как нестандартные техники рисования и по стопам известных художников. На наших занятиях мы используем такие техники, как рисование фольгой, ватными палочками, набросок, рисование ладошками, гротаж или воскография. И как результатом данного курса, нестандартные техники рисования, детки переходят на следующий этап, где используются классические приемы рисования. И ребята учатся рисовать пейзажи, натюрморты, портреты, животных, тем самым постигая новые науки в художественной сфере. Очень часто мы принимаем участие в различных конкурсах и занимаем очень неплохие места. Редактор субтитров А.Семкин